На личной встрече с депутатом Госдумы глава деревянского сельского поселения в первую очередь подняла вопрос о строительстве школы, современного трехэтажного здания на 200 мест. Завершение строительства по плану ждали к концу этого года, но застройщик, московская компания Агат, отодвигает сроки на 3-4 месяца. Причина – заболоченность места и, следовательно, большое количество воды на стройплощадке. Данный вопрос Валентина Пивненко будет решать на высшем уровне. Для этого она готова организовать переговоры с подрядчиком и федеральными структурами. Другую важнейшую для поселка проблему подняли на встрече с депутатом местные жители. Они страдают от пыли, которая поднимается при погрузке щебня в железнодорожные вагоны. Отгрузочная площадка расположена прямо в центре деревянки. Работы идут и днем, и ночью. Нарушается и экологическое, и административное законодательство. Но больше всего в населенном пункте переживают за детей. Рядом находится детский сад, в который ходят 90 детей, и там же 4 начальных класса. От пыли, по словам граждан, дети стали чаще болеть бронхолегочными заболеваниями. Я написала этот вопрос для себя, для того, чтобы разбираться, во-первых, с собственником, во-вторых, мы поднимем как бы правоустанавливающие документы, почему это и как сделано, на каком основании. И я готова, изучив этот вопрос профессионально, обратиться в соответствующие структуры государственные, включая прокуратуру. Очевидно, что площадку нужно переносить. А пока Валентина Пивненко обратилась к депутату законодательного собрания от Прионежского района Ольге Шмайенек с предложением поднять в Карельском Минздраве вопрос о необходимости обследования детей, которые занимаются и учатся в непосредственной близости от места погрузки. На контроль федеральный депутат взяла и другие острые темы, которые возможно решить, неся инициативы и поправки в российское законодательство.